Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». В Римлянам 4.17 Бог сказал Авраму, «Я поставил тебя отцом многих народов». Но если взглянуть на тело Авраама, на его обстоятельства, это никак не могло исполниться естественным образом. Поэтому Бог и дожидался, пока ему исполнится 90. Он не говорил ему, что он станет отцом многих народов, пока ему не стукнуло 90. Почему? Потому что он хотел показать всем, что ни один человек своими силами не может этого сделать, только Бог. Итак, Бог дал Аврааму во что верить. Он дал ему слово. Он сказал, «Я сделал тебя отцом многих народов». И в 4 главе Римлянам мы читаем, что Авраам поверил сказанному. Он поверил тому, что сказал Бог. Именно это дело веры. Просто верить в то, что говорит Бог. Вере не нужно приводить это в исполнение. Ее дело верить в то, что Бог говорит. А Бог это исполнит. Аминь. Еще раз посмотрим Римлянам 4,17. Бог сказал, «Я поставил тебя отцом многих народов». А потом в 18 стихе сказано, «Авраам сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Так многочисленно будет семя Твое». И не изнемогший в вере, он не помышлял о своем теле. Он мог бы, если бы хотел, но он сделал выбор. Он выбрал не помышлять о том, что не было в согласии с тем, что сказал Бог. Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело или было неспособно произвести ребенка. И утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Итак, мы говорили, что один из ключей к успеху Авраама в том, что он приобрел этот божественный духовный навык, научился не помышлять. Он не уделял внимания, он не думал о том, что он не должен был исполнить. Это Божья часть, и пусть Бог выполняет свою часть. Моя часть, наша часть – верить в то, что Бог говорит. Вот и вся работа веры – узнать, что Бог сказал, и верить в это. Итак, он держался за то, что сказал Бог. Аврааму приходилось не обращать внимания не только на свое тело. Но сказано, что он также не учитывал тело своей жены Сары, которая была не способна родить ребенка. Если ради того, чтобы держаться за Слово Божье в своей собственной жизни, вы не собираетесь обращать внимание на то, что пытается вас отвлечь, есть вещи, которые окружают вашу жизнь, которые пытаются увести вас от того, что сказал Бог. А вера говорит, мне не важно, что я вижу, мне не важно, что я чувствую, и я держусь за то, что говорит Бог. То вы также не можете обращать внимание на то, что происходит вокруг в жизни других людей. Нельзя, смотря на неудачу другого человека, отказываться от своей победы. Аминь. Аминь. Вы не знаете всего, что произошло у другого человека. А искушения, мысли будут приходить. Он молился больше, чем ты. Он спасен дольше, чем ты. Он знает Слово Божье лучше, чем ты. И при этом не получил свой ответ, не получил свое исцеление, не получил свое обеспечение. Если вы хотите иметь сильную веру, вам придется научиться не помышлять и не обращать внимания на то, что вас не касается. Получил ли другой человек ответ или нет, это между ним и Богом. Это не мое дело. И враг с удовольствием заставил бы вас отвечать на то, на что вы не способны дать ответ, потому что ему удастся ослабить вашу веру, если он ее сфокусирует на неправильных вещах. Аминь. Неправильные мысли приходят ко всем. Вы не можете помешать неправильным мыслям приходить. Вы не можете помешать вещам, отвлекающим ваше внимание, приходить. Но что вы можете, так это отказаться, предаваться этим мыслям. Аминь. Как сказал один служитель, вы не можете помешать птицам летать над вашей головой, но вы можете не дать им свить гнездо в ваших волосах. То есть вы не можете помешать им приходить, но вы можете не дать им устроить вас на сест. Аминь. Аллилуйя. Итак, когда приходят неправильные мысли, бросающие вызов тому, о чем мы верим Богу, что нам делать? Во-первых, отвечайте на них тем, что сказал Бог. Бесспорно, к Аврааму приходили мысли, ты слишком стар, чтобы стать отцом, но мы читаем, что он верил сказанному. Что это значит? Он отвечал на это. Он верил в то, что сказал Бог. Нет, Бог сказал, что Он уже сделал меня отцом многих народов. Итак, когда приходят неправильные мысли, не смиряйтесь с ними, не пытайтесь от них убежать или перехитрить их своим умом. Отвечайте им. Так вы остановите их продвижение, чтобы они не крутились у вас в голове и не мучили вас. Аминь. Каждый раз, когда дьявол вам угрожает, твое тело не выздоравливает, становится все хуже и хуже. Отвечайте. Он взял на себя мои немощи. Иисус взял мои немощи и понес мои болезни. И сосредоточив свое внимание на этом. Сильная вера также приходит через то, что ваше внимание сфокусировано на правильных вещах. И в жизни Авраама исполнилось то, что ему сказал Бог, потому что он научился не помышлять о том, о чем ему не следовало помышлять. Аминь. Я хочу, чтобы мы послушали, что брат Хейген говорил об этой фразе «не помышлял». Слова «не помышлял» — это благословенные слова. Это надежное убежище от огненных стрел врага. Небесная атмосфера, в которой не выживет ни один микроб или болезнь даже на мгновение, когда мы не помышляем. Другими словами, дьявол не может двигаться без того, чтобы вы уделяли ему внимание. Он будет приходить, но не добившись вашего сотрудничества, он не сможет выполнить то, что задумал. «Потому ваше убежище в том, чтобы не уделять ему внимания, не сотрудничать с ним, не верить ни одному его слову». Аминь. И затем брат Хейген сказал следующее. «Не уделяйте физическим симптомам даже мимолетной мысли. Откажитесь принимать их в расчет. Когда вы помышляете о своем теле, уделяете внимание своим симптомам, симптомы остаются». Пока вы о них помышляете, они будут держаться. То есть, пока вы о них думаете, пока вы обращаете на них внимание, пока вы признаете их, это открытая дверь. Аминь. Помышляйте о слове и отвечайте словом. Аминь. Некоторые ждут, пока враг оставит их в покое, чтобы они могли обрести мир. «Если бы вы только помолились, пастор Нэнси, дьявол бомбардирует меня, эти мысли бомбардируют меня. Я не могу заставить дьявола оставить вас в покое, точно так же, как я не могу заставить его оставить меня в покое. Но что я могу, это научиться игнорировать его, когда он заявляется. И этим же я могу помочь членам церкви, научить вас не помышлять. Если нас мучает какая-то неправильная мысль, то не потому, что дьявол нам это сказал, а потому, что мы об этом помышляем. «Если меня что-то мучает, значит, какая-то часть меня об этом помышляет и верит в слова и угрозы дьявола. Аминь». Дьявол говорит, «Ты умрешь преждевременно». Просто смейтесь над ним. Он говорит, «Ты потеряешь свой дом». Смейтесь над ним. «Нет, ты опоздал. Бог уже рассказал мне конец этой истории. Бог мой восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе». Дьявол говорит, «Умрешь, молодым». Поздно, поздно. Бог уже сказал мне наперед, «Долготою дней. Долготою дней я насыщу тебя. Не выйдет поздно. Ты опоздал». Видите ли, дьявол будет говорить к вам даже, когда вы уже знаете, что сказал Бог, просто чтобы посмотреть, не удастся ли ему изменить то, за что вы держитесь. Ключ в том, чтобы знать, что сказал Бог, и держаться за это. Но у меня такое сильное ощущение, что это правда. Не важно, что вы чувствуете, не важно, насколько правдивым вам кажется то, что внушает вам враг. Это будет казаться правдой, но от этого не станет правдой. Чувства не являются истиной. Слово Божье – истина. Мы держимся за истину. Мы держимся за то, что сказал Бог, а не за то, что мы чувствуем. Аминь. Итак, некоторые ждут, пока дьявол оставит их в покое, чтобы быть в мире. Это не победа. Это не победа. Победа – это не ожидание, пока враг оставит вас в покое. Победа – это когда на вас совершенно никак не влияет его присутствие. Когда вы абсолютно не учитываете его. Почему люди страдают от депрессии? Потому что приходит страх и бомбардирует их разум определенными мыслями. Я вам скажу, дьявол безжалостен, беспощаден. Он жестоко бомбардирует нас. Наша победа в том, чтобы не поддерживать его мысли, не прокручивать их, не уделять им внимания, а вместо этого наполнять свой разум и уста тем, что сказал Бог. Депрессия приходит от недисциплинированной умственной жизни. Послушайте, я знаю, что это такое, и нужно научиться дисциплинировать свои мысли, когда дьявол бомбардирует ваш разум. Каждому из нас нужно этому научиться. Бомбардировка не значит, что вы плохие. Просто нужно учиться. Дьявол не может найти доступ к тем, кто обрел нужные навыки. Аминь. Итак, когда у нас есть мучения в определенной сфере, мы знаем, на что направить усилия, чтобы обрести навыки в этой сфере. Потребуется практика в тех сферах, которые пытаются вывести нас из равновесия. Какая практика? Держаться за слово в каждой ситуации. Аминь. Я обожаю 22-й Псалом, 5-й стих. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». Что это значит? Бог уже накрыл стол. Он уже открыл нам, чем Он нас обеспечил. И Он этого не скрывает. Он открыто выложил все на стол. Он не занимается контрабандой из-под прилавка. Он просто все разложил на столе. Почему? Чтобы вы могли ясно видеть, что вам принадлежит, и приобщились к этому. Представьте, что вы оставили закуски на столе на весь день, и каждый раз, проходя мимо, перекусываете. Так? Просто перехватываете что-нибудь. Почему? Потому что еда лежит, и она доступна. И Бог все разложил это, все доступно, все на столе. На столе Божьего Слова. Его Слово распахнуто перед нами, показывает нам все, что Он сделал доступным для нас. И так сказано, что Он приготовил трапезу для нас. Наше дело оставаться в том, что Он приготовил. Аминь. Оставайтесь за столом. Перестаньте заниматься врагами окружающими этот стол. Здесь речь не идет о небе, потому что на небе нет врагов возле стола. Здесь речь идет о земле. Он приготовил трапезу Его Слова. Стол накрыт, чтобы мы ясно видели, что нам принадлежит. И Он говорит, оставайтесь за столом. Что это значит? Оставайтесь в Слове. Ваш разум пусть пребудет в Слове. Ваши мысли да будут в Слове. Ваша речь да будет в Слове. Так вы останетесь за столом. Когда ваши мысли обращаются к тревожным вещам, вы уходите из-за стола. Заметьте, там сказано, «Ты приготовил предо Мною трапезу в присутствии врагов Моих». Итак, когда враг противостоит вам, он постоянно присутствует, потому что он в этом мире. Вы не выгоните его из этого мира, пока не наступит время ему быть изгнанным. Поэтому в его присутствии не будьте впечатлены им. Не ужасайтесь. Что дьявол сказал? О, Боже, что он сказал? Дьявол, вам придется уйти из-за стола, чтобы повернуться и уделить внимание врагам. Оставайтесь за столом, оставайтесь за столом, оставайтесь за столом. Научитесь этому. Дьявол, Бог уже приготовил мне трапезу. Его Слово – это стол, накрытый богатством Божьего обеспечения для моей жизни. Я сосредоточен на этом, я говорю об этом, все мое внимание на этом. И дьявол, если тебе угодно остаться в этом помещении, пожалуйста, смотри, как я вкушаю мою победу. Ты можешь смотреть, как я вкушаю трапезу Божьего обеспечения. Смотри, как я вкушаю трапезу Божьего здоровья. Смотри, как я вкушаю трапезу мира. Просто смотри. Аминь. Раз уж дьявол собирается присутствовать, пусть ему будет на что посмотреть. Он не стоит того, чтобы на него тратить время. Стоит заняться трапезой Слова Божьего. Аминь. И вот что важно. Дьявол не за столом. Вы за столом. Аминь. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! И хорошо знать, где находится стол. Где стол? Это Слово. Пребывайте в том, что говорит Слово. Аминь. Аллилуйя! Я обожаю свидетельства одной женщины. Она пришла к врачу, и у нее в груди обнаружили уплотнение. Ей назначили ультразвук, и она пришла на обследование, и во время обследования врач показал ей опухоль на экране своего оборудования. Врач повернул к ней экран и сказал, вот здесь на экране вы можете видеть опухоль. Это то, что нас беспокоит. И когда она это увидела, она сказала Богу про себя. О, Боже, лучше бы я этого не видела. Потому что увиденное на экране стало для нее более реальным. Другими словами, теперь ей нужно было преодолеть нечто большее. И она сказала, о, Боже, лучше бы я этого не видела. И спасибо Богу. Именно поэтому нужно, чтобы ваша духовная антенна всегда была настроена на Бога. Когда лежа там, она сказала про себя эти слова, Дух Святой дал ей правильные слова. Дух Божий проговорил к ней, «Разве то, что ты видишь, больше того, что я говорю?» Не в бровь, а в глаз, правда? Прямо в точку. «Разве то, что вы видите, больше того, что он говорит?» Позвольте сказать так. «Разве то, что вы чувствуете, больше того, что он говорит?» Позвольте вас спросить. «Разве то, что вы способны просчитать в ваших финансах, больше того, что он говорит?» «Разве то, чем дьявол бомбардирует ваш разум, больше того, что Бог говорит?» «Тот, кто в нас больше». Итак, Дух Божий сказал ей. «Разве то, что ты видишь, больше того, что я говорю?» Она поняла, где она ошиблась, где она ошиблась. Ее внимание начало смещаться с того, что сказал Бог, на физические обстоятельства. Нам нужно постоянно проверять себя. Наше внимание все еще на слове. Каждый раз, сталкиваясь с чем-либо, нам нужно задать себе вопрос, что об этом говорит слово? Что слово говорит об этом? Нам нужно устроить духовную проверку, чтобы убедиться, что мы настроены на правильную волну. Что слово говорит об этом? Потому что именно за это мы будем держаться. Вам нужно за что-то держаться, чтобы дойти до той победы, которую Бог вам обеспечил. И только держась за слово, вы сможете туда добраться. Итак, Дух Божий сказал ей, «Разве то, что ты видишь, больше того, что я говорю?» Послушайте внимательно и не забудьте. Никогда не верьте ничему больше, чем вы верите в то, что он сказал. Не верьте своему телу больше, чем тому, что он сказал. Не верьте телу другого человека больше, чем вы верите в то, что он сказал. Не верьте своей чековой книжке больше, чем тому, что он говорит. Не верьте угрозам, которые обрушиваются на ваш разум, и внушением врага больше, чем вы верите тому, что он говорит. Аминь. Итак, когда она лежала на обследовании, и Дух сказал, «Разве то, что ты видишь больше того, что я говорю?» Она поняла, в чем была ее ошибка, и она сказала, «Прости меня. Нет, то, что я вижу, не больше. То, что ты говоришь, больше. Иисус, ты взял на себя мои немощи, ты понес мои болезни, и я держусь за это пред лицом того, что я вижу». Видите ли, вера не значит, что все неправильно исчезает. Вера значит, что вы знаете, за что держаться, когда эти вещи все еще присутствуют. Вы не меняете то, во что вы верите, просто потому, что вы видите что-то, чего не хотите. Аминь. Вы верили, что вы исцелены до того, как появилось это уплотнение. Так продолжайте верить. Именно это и есть вера. Вы знали, во что вы верили до прихода испытания. Когда пришло испытание, продолжайте верить. Это и есть вера. Вера не значит, что ничто не будет бросать вам вызов. Вера значит, я не поменяю то, во что я верю, просто от того, что что-то появилось. Аминь. Итак, она сказала, нет, то, что я вижу, не больше того, что ты говоришь. И внезапно кольцо света возникло на том экране, на оборудовании врача. Кольцо света. И оно сужалось, 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 пока полностью не охватило эту опухоль. И свет исчез, опухоль исчезла, все исчезло. Почему? Потому что она решила, что то, что сказал Бог, было важнее того, что она видела. Она держалась за то, что сказал Бог, и это изменило то, что она видела. Она держалась за то, что сказал Бог, и это изменило то, что она видела. Это изменит то, что вы видите, это изменит то, что вы чувствуете. Это изменит все, что необходимо изменить в вашей жизни. Аминь. Мы можем чувствовать испытания, но чувство не означает, что наша вера не работает. И чувство не значит, что слово не работает. Мне не важно, что я чувствую. Слово все равно работает. Аминь. То, что вы что-то чувствуете, то, что вы что-то видите, не лишает слова той силы, которой оно действует для нас. Оно все еще действует. Не наша задача не чувствовать испытания. Потому что дьявол будет говорить, «Видишь, раз ты чувствуешь, ты терпишь неудачу». Нет, 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 нет. Не мое дело не чувствовать. Ведь мое дело не менять то, что я говорю, несмотря на то, что я чувствую. Мое дело не менять то, во что я верю, или за что я держусь, из-за того, что я чувствую. Мне не важно, что я чувствую. Мне не важно, что я чувствую. Именно так поступал Авраам. Он не помышлял. Некоторые люди говорят, «Пастор, верьте со мной о хороших новостях. Мне предстоит посещение врача». Ну, позвольте ободрить вас вот чем. У вас уже есть хорошие новости. А что, если врач не сообщит вам хорошие новости? Во что вы выберете верить? Вам лучше знать, что у вас уже есть хорошие новости, до того, как вы услышите новости от кого-то другого. Мне не нужно с вами верить, что врач сообщит вам хорошие новости. Я просто знаю, что Бог уже сообщил вам самые лучшие новости. Теперь ваше дело – держаться за Его слова, что бы кто ни говорил. Аминь. Евреям 12 глава. Если мы собираемся не помышлять об обстоятельствах, не рассматривать ситуации, не принимать во внимание наше тело, не думать о недостатке, который пытается прийти, о чем же нам тогда нужно помышлять? В Евреям 12.2 сказано, «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который ради предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлению и воссел одесную престола Божия, помыслите о Нем». Если мы хотим помышлять об Иисусе, это значит, нам нужно помышлять о Слове, потому что Он и Слово одно. Аминь. Но это также значит помышлять о том, что Он делал. Что делал Иисус? Когда Его собирались принести в жертву, что Он делал, как Он прошел через это великое испытание, которое Ему предстояло, помыслите о претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Другими словами, поступайте так же, как Он, иначе вы изнеможете и ослабеете душами вашими. Как Он с этим справился? Ну, Слово говорит нам, как Он это сделал. Ради предлежавшей Ему радости Он претерпел крест. Что это значит, ради предлежавшей Ему радости? Крест не был радостью? Какая же радость была у Него впереди? То, что произойдет и будет после креста, по другую сторону креста. Что же должно было произойти? Во-первых, Он должен был поразить врага. Затем Он должен был воскреснуть из мертвых, вознестись на небеса, окропить Своей кровью крышку ковчега, сесть, одеснуя Отца, привести многих сынов в славу. Вот в чем радость. В результате, в том, что произойдет по другую сторону креста, это радость. И здесь сказано, что сделал Иисус. Ради предлежавшей Ему радости Он претерпел крест. Это значит, что Он не сосредотачивался на кресте, Он сосредотачивался на радости. Он сосредотачивался на том, что было по другую сторону испытания. Позвольте вам сказать, когда дьявол посылает испытания, это стратегический шаг, потому что он видит, что что-то большее наступает в вашей жизни. Он видит умножение, он видит продвижение, он видит что-то хорошее, потому он хочет заблокировать ваш вход в этот больший поток. И что он делает? Он устраивает испытания, чтобы вы зациклились, чтобы ваше внимание застряло на этом испытании, и тогда оно будет становиться больше и больше, и вы не пройдете дальше Него. Вам нужно заглянуть по другую сторону испытания. Что Он пытается от меня скрыть? Что у меня впереди? Когда вы проходите испытания, задайте себе вопрос, во что Бог готовится меня ввести? Какое-то продвижение, какой-то рост близко, какая-то награда вскоре придет, и дьявол хочет это заблокировать, но я не собираюсь попасть в Его ловушку, зациклившись на том, чем Он пытается меня испытать. Я буду смотреть на другую сторону. Именно так вы пройдете на другую сторону испытания. Перестаньте на Него смотреть. Иисус сказал, «Се, даю вам власть или силу наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью». Наступать также значит шагать дальше. Он говорит, когда у вас на пути встает испытание, когда возникает противостояние, я даю вам право наступать и идти дальше. Почему? Потому что когда вы продолжаете идти вперед, вы входите в то, что это испытание пыталось для вас перекрыть. Если вы остановитесь возле испытания и будете впечатлены тем, что делает дьявол, будете ужасаться, он сможет замедлить ваше продвижение, а может и полностью остановить вас, не дав вам достичь того места, куда вас вел Бог. Наше дело не помышлять. Аминь. Аллилуйя. Я сказала, «Аллилуйя». Аллилуйя. Поднимите, пожалуйста, руки. Отец, скажите вместе со мной, «Отец, я благодарю тебя, что победа мне принадлежит, слово мне принадлежит, я держусь за слово». Теперь я обращаюсь к тем, кто нас смотрит. И я говорю, «Для вас есть сила исцеления». Я говорю, «Для вас есть сила освобождения». Я говорю, «Есть свобода от страха, свобода от угнетения, свобода от мучения». И я говорю, «Слово дает вам за что держаться». Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. И я говорю, «Будьте свободны во имя Иисуса». Будьте исцелены во имя Иисуса. Будьте здоровы во имя Иисуса с головы до пят. И все, что вам нужно сделать, это сказать, «Я беру это». «Я беру это прямо сейчас». То, чем меня обеспечил Бог, я беру. Скажите это со мной. «Я беру это». «Я беру мое исцеление прямо сейчас». «Я беру мое преуспевание прямо сейчас». «Я беру мой мир прямо сейчас». «Я беру мою победу прямо сейчас». Бог это обеспечил, и я в это верю. Я верю Богу. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Скажите вместе со мной, «Я ни во что не верю больше, чем я верю в то, что говорит Бог». Я держусь за то, что говорит Бог, что бы я ни видел и ни чувствовал. Аллилуйя. 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 Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну.